Всем привет! С вами Оля Качанова. Как живут другие? И сегодня мы находимся в прекрасном городе Санкт-Петербург. Будем смотреть очень красивую, стильную, небольшую квартиру со множеством интересных решений. Мы у хозяйки этой квартиры. Катя, привет! Добрый день всем! Я рада вас приветствовать. Оля рада видеть. И готова показать квартиру, которую я делала для себя. Вложила душу и придумала разные моменты, дизайнерские идеи. Стандартный вопрос. Площадь и высота потолков, чтобы мы понимали, где мы находимся. И для скольки человек делалась эта квартира, для какого образа жизни? Эта квартира была изначально 40 метров, плюс был балкон 10 метров. И в итоге я объединила балконы с комнатами. И получилось 50 метров. Однокомнатная квартира, высота потолков 2,8. Была стандартная, просто прикрепила ты лоджии. Волшебный вариант. А так можно было? Сразу вопрос. Вот с точки зрения чертежей, с точки зрения разрешений строительных. Та конструкция, которая убиралась, это не монолитная. Все, что монолитные конструкции, они остались. Это вот этот вот блок, вот этот кусок наверху. Там в комнате тоже есть моменты, которые монолитные. Их, конечно, нельзя было сносить. И изначально застройщик строил этот дом так, что каркас основной железобетонный, межквартирный. А наружные стены кирпичные, чтобы, если что, можно было объединить. Ну, классно, что есть такая возможность из 40 стандартных, по сути, метров. Можно взять и сделать себе прям 50 и с окнами в пол. Меня, если честно, даже в спальне немного насторожило, потому что это прям стеклянная стена. Ну, мы это еще увидим. Давай в двух словах. Вот площадь этой комнаты примерно, и чего ты хотела здесь добиться стилистически? Это кухня. Кухня стала гостиной, потому что основную часть тут занимает диван, он двухметровый. Стол. Акцент идет на них. Комната была 10 метров, а в итоге стала 15. Я выделила зону стола лампочкой, стеллажем. Кухня, она получается, ну, я ее сделала светлым цветом, цвет стены, чтобы она немножечко скрылась. Я не делала на ней какие-то акценты, ручки, все прочее. Чтобы она оказалась как бы невидимой, растворилась немножечко. При этом, несмотря на то, что она кажется маленькой, это получается 2,2 метра. Тут есть вот сосудомоечная машинка, вот. Встроенная микроволновка, она, конечно, дороже, чем отдельно стоящая, но это смотрится аккуратненько, и нету щелей, да. Все. Также я, естественно, сделала варочную поверхность на три конфорки, а не на четыре, иначе она бы занимала много места. И она получилась тогда не 60, а 45 сантиметров. И мне было важно, чтобы была разделочная зона между плитой и раковиной. Тут вот по стандарту один ящичек у меня, вот. Вот это от пушапа открывается, тут дверцы, вот. А все остальное, она уже вот так вот открывается. А вот знаешь еще, опять же, про хранение и про стоимость кухни. Я правильно понимаю, что особо ты не заморачивалась насчет выдвижных ящиков, да, которые удорожают конструкцию? Например, там какая-нибудь фурнитура выкатная или вот что-то еще. И за счет этого кухня относительно недорогая. Да, кухня на самом деле относительно недорогая. Вот, тут есть один ящик, но он не сам задвигается, его надо все-таки нажатием. Может быть, я бы и сделала сейчас уже такой механизм, который сам задвигается. Ну, мне, в принципе, сложности это не предоставляет. У меня еще дополнительная стенка для хранения, вот. И там есть дополнительные вот шифонеры, вот. Буфет, в котором я храню посуду и холодильники еще. Это все тоже как бы часть кухни, но вот акцент получается на диване на столе. Интересно, как ты решила сочетать вот этот старинный буфет с обычной мебелью. И, в принципе, вполне смотрится, знаешь, очень напоминает что-то загородное. За счет кирпича, за счет вот этого натурального дерева. Какую-то такую уютную атмосферу создает. На самом деле, я изначально хотела, чтобы у меня был на кухне буфет. Именно деревянный. Я его искала из натурального дерева, чтобы он был. Вот кухня растворяется в стенах. Цент идет на деревянных моментах. Это как раз вот буфет и вот стол с стеллажом. А остальное как бы такое, как фон. Стол со стеллажом ведь явно на заказ, да? Потому что одного цвета материал. Да, смотрите, тут это уже моя такая задумка отдельная была. Потому что у меня тут было все рассчитано тютелька в тютельку. Мне важно было, чтобы диван был ровно 2 метра. Чтобы можно было лечь, вытянуть ножки. Чтобы он не раскладывался вперед, типа аккордеоном. А вот по легкому раскладывался. И, соответственно, я уже дальше понимала, что у меня остается. 60 сантиметров это столешница. Потом мне надо было место. У меня примерно тут 80-90 сантиметров на проход. И 75 стол. И вот мне надо было найти такой стол, чтобы тут можно было уместиться вдвоем. Еще стол поставить. И с этой стороны, может быть, даже на диван сесть. Важно еще было, чтобы ножки, которые вот тут, они были не по центру, как иногда делают, что сидишь и неудобно по ногам. А вот они по краям стояли. Я в итоге сделала такую историю, что я заказала стол отдельно, столешницу. И отдельно вот эти все мебельные блоки, они из натурального дуба. Это был просто мебельный щит. Я сказала, какие размеры мне нужны и важны. Высчитала, сколько этих полочек надо. И мне вот это просто выпилили. Такой хороший, настоящий мебельный щит. И я заказала уже отдельно ножки определенной высоты. И получилась вот такая интересная конструкция. При этом вот тут есть разделение. И у меня еще есть маленький столик вот около окошка. У него подстолье такой же высоты, как вот у стола. И ее можно развернуть. Она тоже шириной 75 сантиметров. И вот этот стол соединит с тем столом. И получается вообще большое место для приема гостей. То есть это вот как бы хендмейт, можно сказать. Маслом я покрыла все поверхности, чтобы они были износостойкие. И вот этот материал, мебельный щит из дуба, он, во-первых, чем хорош. Когда пишешь, например, через листик, он очень плотный и не портится дерево. Оно не мягкое. И, соответственно, у меня еще оставались вот такие мебельные щиты, которые я дальше расскажу. Я тоже использовала в квартире уже отдельно, как вставочки. Это не вся целая мебель, но вот эти деревянные вставки, они продают тепло и уют. Слушай, а стулья еще тоже, они такие свеженькие на этом фоне. Снова у меня ассоциации с каким-то загородным домом. Из-за цвета стульев, вероятно, тоже. Ну, вот так получилось, да, что мне хотелось как-то оживить эту комнату, но я не хотела, чтобы были яркие цвета кричащие, а такие приглушенные. И у меня все началось вот с этого холодильника, потому что он у меня получился голубого цвета, и я хотела к нему, чтобы был вот какой-то цвет, который к нему подходит и сочетается. И я такого же светлого цвета уже заказала стулья. Я выбирала отдельно ткань, стулья, чтобы были мягкие, чтобы было удобно сидеть. И дальше были часы, которые мне понравились в Икее, да, но они были на картинке голубого цвета, а в магазине большого формата оказались бежевые, и я их покрасила в итоге в голубой, как мне они на картинке изначально понравились. И какие-то вот детальки тоже вот я добавила, голубые подушечки тут, ну, чтобы вот этот цвет добавлял такую свежесть, веселую какую-то атмосферу.